Всем здорово! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Даже иммунная система активируется, чтобы нейтрализовать заражение в случае полученных ран. Но эти два гормона отличаются в том, какую реакцию в ответ на опасность они стимулируют. Не зря адреналин называют гормон страха или же гормон кролика, ведь он как раз стимулирует побег. А вот норадреналин называют гормоном ярости или гормон льва, так как эта молекула скорее заставит дать сдачи и напасть в ответ. На соотношении этих двух гормонов основана реакция на опасность – бей или беги. Норадреналин в целом активирует нервную систему и подавляет центры бодрости в мозгу. Наверное, каждому знакомо состояние, когда при стрессе человек не может заснуть. Это благодаря действию норадреналина. Гормонам не объяснить, что перед важным, но страшным событием с субъективной точки зрения, например, экзамен, собеседование и так далее, нужно наоборот выспаться. Организм слепо принимает эти события за угрозу и стимулирует выработку норадреналина. Однако норадреналин еще и стимулирует процессы обучения для того, чтобы запомнить пути выхода из опасной ситуации. Наибольшее количество норадреналиновых рецепторов расположено в области мозга, называемой «голубым пятном». Отмечается, что у людей с холерическим, взрывным темпераментом очень высокая активность голубого пятна. Еще одна функция норадреналина – это стимулирование выработки положительных эмоций после ухода от опасности. Азарт и риск, радость после экстремальных видов спорта – все это возникает благодаря норадреналину. Даже компьютерные игры могут стимулировать выброс норадреналина, поэтому радость от прохождения виртуального уровня на самом деле вполне реальна и имеет биохимическую основу. Другой гормон, отвечающий за агрессивное поведение – это тестостерон, который считается мужским гормоном, хотя у женщин он также вырабатывается. Тестостерон отчасти похож на норадреналин, так как под его действием может возникать желание борьбы. Известно, что у победителей концентрация тестостерона выше, чем у проигравших. В то же время высокий уровень тестостерона коррелирует со склонностью к агрессивному поведению, из-за чего в США в 30-х годах и 20-го века преступников кастрировали. Но эта мера действия не привлекла к снижению агрессивности, что заставляет задуматься, только ли гормоны обеспечивают агрессию, возможно ли, что агрессивное поведение – социальный конструкт. Верность этого предположения доказывают эксперименты на животных. Если животное кастрировать до того, как он начнет конфликтировать и бороться с другими животными, то его агрессивность снизится. Но если же кастрировать взрослое животное, которое до этого неоднократно боролось за ресурсы и привыкшее к борьбе, то уровень его агрессивности не упадет, хотя тестостерона будет меньше. А социальное поведение связывали даже с содержанием сахара в крови. При его низком уровне снабжение мозга нарушается, что может привести к насильственному поведению. В частности, алкоголь сильно понижает уровень сахара. И ни для кого не секрет, что в состоянии опьянения человек может быть способен на весьма жестокие поступки, драки и даже убийства. Тем не менее, ученые считают, что ведущую роль в агрессии играют не гормоны, а социальное поведение, воспитание и условия жизни. Может быть, это и объясняет поведение парижан в 16 веке. Вряд ли у них резко начали бушевать гормоны, скорее агрессия поощрялась в обществе. Поэтому вряд ли стоит рассчитывать на изобретение чудо-таблетки, которое бы вмиг уничтожило всю агрессию. Вероятно, проблема в социальных условиях. И пока точная природа агрессии все еще вопрос, остается надеяться, что однажды наука найдет ответ на него. Ну что ж, на этом все. С вами был Фландерс. Если вам понравился ролик, то поставьте лайки и подпишитесь на канал. А также можете подписаться на мой паблик в ВК, где я буду постить много чего интересного, что никогда не залил бы на ютуб-канал из-за цензуры. Всем пока!